Привет, Dota2TV! Привет нашим, когда нам подпевала на стриме любовь и Dota2. Да-да, успокойтесь, иначе сейчас чатик закроется. Итак, у нас ВПЦ Лига. ВПЦ Тим А против ХГТ. ВПЦ А — это команда, которую собрали сами организаторы турнира. Вот ХГТ уже отыграли игру и, по-моему, тоже неуспешно. Фёрстбаны — это Бэтрайдер и Визэйдж. ХГТ убирают Нагу и Диваура. Китайская Dota — самая лучшая Dota. Может, слоу-модик? Да нет, не надо пока слоу-модик. Если вы не будете кораблить, то всё будет нормально. Я думаю, пока не так много народу. Да, сегодня кастю один. У нас одна игра, Best of 2. То есть ребята столкнутся два раза, после чего, по-моему, на сегодня будет всё. Максимум, что будут — это пабы. Ещё кастера. Нет ещё кастера, к сожалению. С радостью бы он его предоставил. Фёрстпиком залетает Дарксир. И мы посмотрим, что наберут дальше. Сейчас два пика будет в ответочку. ВПЦА. Ну, ВПЦА, по-моему, выступали или я не помню, но тоже что-то... Не показали должного результата. Ребята тренируются там на буткемпе, им всё оплатили организаторы. Итак, ВИСП. Ну, не удивлюсь сейчас, что будет какой-нибудь Хаос Кнайт. Как со мной сыграть? Не знаю. Со мной можно сыграть просто. Надо одновременно нажать со мной «Поиск игры», и есть шанс, что попадёте на меня. Дредд отморозился. Я писал ему, говорю, пошли на Китай. Он молчит. Судя по всему, после вчерашней игры в 59 минут 20 секунд фарма и сносторон АПЛ, Дредд не хочет больше китайской доты. Наверное, у него есть на это причины. ВИВЕР. Зельтай для ВПС Тима. Напоминаю, что турнир на призовой фонд 228 тысяч долларов. Ни много, ни мало. На рис хватит. Параллельно у нас идёт Корея, но не сейчас. Идёт Нексон, который продолжится 1 октября. Там что-то с самого сранья. Часов, наверное, в 7 утра. И... Не знаю, возможно, его опять буду освещать я. Но корейская дота — это отдельная история. Там очень всё круто и весело. Лайфстиллер. Для ХГТ. Ну, что тут, что так. Есть хардлайнер, есть керри. Осталось забрать мидера и двух саппортов. Кто-то там оставил рарок. Я бы вот не ставил сейчас рарки на эти команды, потому что непонятно совсем, а есть только на рандом. Почему, типа, тег Тунг-Фу? Мы уже рассуждали на эту тему с Каспером, по-моему, потому что это... Потому что это какой-то глобальный спонсор, который, походу, половину китайских игроков под себя как-то подмял, и все ребята бегают с тегом Тунг-Фу. Так, бан отправляется в Чен, баг. Так, решили бить по мидерам. Ну, правильно, мидда ещё нету. Хардлайн есть. Думаю, возможно, ещё... Сейчас по саппортам бьётся ХГТ. Пока ещё разгул огромный. Можно набирать чего угодно. Если игра будет такой же, спой нам. Если игра будет такой же, мне захочется умереть, а не спеть. Извините. Вчера там ходили пацаны с 15 тысячами кусков. У Алхимика был рефрешер на базе, который лежал. И он за ним, типа, прилетал, чтобы рефрешить БКБ. Это вообще был трэш. И Канцер Лансер с шестью слотами. Очень весело. У меня не кот дома. У меня кошка. Зовут её Мошка. Это сиамская порода. Она нереально шустрая, быстрая и так далее. Подарил маме на день рождения. Она мне две недели не давала спать. Вообще грызла всё, что можно. Когда запускаю комп, то-то перезагружается. Слава богу. Так, минус ДК. До сих пор. О, так, минус чем? Минус ДК. Это по мидерам. Девауэр тоже в бане. Тут ещё огромный набор есть. Квапа, Шторм. Кстати, я удивлён, что Шторм ещё не в бане. И я бы на месте ВПС сейчас по Шторму тут ударил. Потому что лайфстиллер со Штормом я видел, что творят знатную штуку. Так, дружаня, ты что-то моей кошке слишком много внимания уделяешь. Давай, отдохни. До сотки разгоняет за три с половиной. Думали назвать Верон Бугатти, но решили всё-таки на мошке остановиться. Хоп, хэй, ла-ла-лей. Нус Рубик. Рубик. Ну, тут бьют по саппортам. Уже. Среди у меня нет пока что сеточки. Хотя, подождите, может, я гоню и сейчас расскажу, кто тут на что катает. Здесь у нас новость написана от души. Да, новость написана от души. Итак, КГТ. Одна игра, одно поражение, ноль очков. Вы представляете, Тима точно такое же положение. Так что ребята находятся в самом низу таблицы. Ниже них только VC Gaming, потому что они сыграли две игры и обе проиграли. Поэтому эти друзьяки находятся на самом дне. Если сейчас нормально пошебуршат Ил, глядишь, что-то мы и увидим стоящее. Итак, бестмастеры. Я ожидаю шторма. Должен появиться сейчас шторм. С лайфстиллером это нереальная связка. Уже не раз видели, как мгновенно умирают типы из-за того, что шторм врывается с инфестом. Хотя это может быть и баратрум. Тоже неплохо работает. Но шторм все-таки немного помобильней. На камень не пробовали отобраться. Обещали билетик попробовать, но я забил на это дело. Никс Ассасин. Да, тоже неплохой выбор. Не знаю, правда, будет это Никс Ассасин Мидер или это будет Никс Ассасин Суппорт. И туда, и туда он вкатывает на ура. В миде может стоять. Хотя тут пока мидера против них нет. Поэтому рано, наверное, было Никс Ассас забирать. Подписка, по-моему, дается на месяц. Если я не ошибаюсь, но я думаю, можно почитать где-то. Там все наверняка описано, и вы сможете узнать все это дело. Так, пошел бонус тайм, 50 секунд всего остается у ВПЦ Тима. Наверное, я буду просто их называть Тим А или АТим. Не знаю, потому что произносить постоянно в ВПЦ это трудновато. Если я там начну задувать нечаянно в микрофон, вы сразу пишите. Потому что мало ли тут в ноздри засосет. Катавили я папочки за деньги? Нет, я катаю папочки бесплатно. Только сейчас немного реже, но вот сейчас вроде график становится посвободнее чуть-чуть. И, возможно, сегодня вечером я уже что-то буду раскатывать. Да, вот я опять один, замечает рикошет. Бросают меня постоянно. О-о-о-о! Урса Вариор! Нормально. Отличный, кстати, выбор под Виспа. Нормально, не работают эти ребята. За тизер он обычно успевает вшатать одного-два типа. Урсе 10 секунд, чтобы убить, это более чем предостаточно. Рики в ответочку. Факера? Если я возьму Факер, ребят, вас бомбанет, потому что вы не будете понимать, кто говорит. Мы уже как-то с ним заходили в Дота-2 ТВ поговорить, и народ, наверное, подумал, что у меня раздвоение личности. Ну, как и ожидалось, в принципе, ничем меня китайцы сейчас не удивили. Конечно же, это Шторм Спирит из Элайв. Отличный пик под Лайфстилера. Хватит скрипеть микрофоном. Подождите, сейчас что-то придумаю. Не должно быть ничего скрипеть. Ну, началось. А с чего он скрипит? Дружане, что ты начинаешь? Успокойся. Хей, хоп, ла-ла-лей. Сейчас нормально все или опять все плохо? Друзьяки. О, слава богу, молодцы. Что написали? Вроде пропало, я рад. Нет, я его не жую. Он на достаточном расстоянии от моего рта, катаны, потому что я не такой, чтобы кушать микрофоны, и я не голодный. Хотя, кому я вру, я голодный, но микрофон невкусный. Я позвал Дреда, Дред не хочет. Покомментить в смысле. Итак, последний пик от команды ВПЦ забанили ТХД, забанили ЦМку. Тут, кстати, интересно, почему именно ЦМку. Хотя, в принципе, ЦМка под УРСУ заезжает на ура. Да, но такое ауру, наверное, полезнее даже, чем заезд. Лайон, да. Отличный выбор. Огромное количество дизайлов, кстати, врисовывается у команды ВПЦ Тима. Леон, Текст, Стан, Бистмастер отличный Стан, Тизер от Виспа. Ну, вот у ХГТ пока что чуть поменьше, там только Ник, Скоропасси и Шторм Спирит. Не так много, но я думаю, сейчас что-то еще должно добавиться хорошенькое. Ребят, я не знаю, что с микрофоном. Это не батарейки, батарейки фловые. Я могу попробовать сделать вот так. Так, лучше нет, потому что я не знаю, что с ним происходит. Ну, а что с ним происходит, я не знаю. Сейчас я попробую нашим написать. Ну, судя по всему, я комменчу доту без звука, потому что, я так понимаю, это наушники вызывают такой коллапс. Да, Shadow Demon, появляется все-таки еще один дизейбл. Ну, значит, я буду комментировать без звука, не буду слышать всяких суперферстбладов и прочего. Ну, тут, как бы, у Вилата не поможет спросить, потому что вчера было то же самое и тыкались, оно прошло только со временем. Я снимаю, что он отходит? Ага, понятно. Так, надо что-то придумать. Наушники уже отключены. Это не наушники явно. Да, с фловой батарейки я их поменял перед эфиром. Все путем, вы загоняете. Оно, видите, наплывами, при том, что я ничего не трогаю. Итак, Тунг-фу, в пятером отправляются в свой лес. Дело не в наушниках. Нету наушников подсоединенных. Успокойтесь. Узбогойтесь. Наушники давно отключены и вообще никуда не подключены. Поэтому не может быть, чтобы дело было в них. Оно появляется как-то рандомно. Включи их обратно. Если я включу их обратно, вы начнете опять кричать. Так что лучше я посижу без звука, чем... Так, ребят, я не знаю, что происходит. Другой микро не поможет. Хоп, хей. Да, вот. Успокойтесь, все закончилось. У нас противостояние Медля Шторм против Бистмастера. Да, я удивлен. Я думал, что будет дружанин на харде, но решил, наверное, получить очень быстро шестой уровень, дабы как-то реализоваться с гангами и вот с этим Типуни. Типуни стоит на отводах, спауны у нее не заблочены. И Виз будет сейчас на големах потихонечку хватить. Икспу. Урса на полном фрифарме. Тут же на полном фрифарме. На Экс. Ну, если сейчас ничего не пройдет, то... Ну, не, Галатычу. Ну, я думаю, Галатычу удаленно вряд ли сможет что-то помочь. Надо вернуться на старые добрые наушники, а не на эти гарнитуры. И все будет нормально. С этими базами и радиоволнами ничего хорошего. Трипла с Урсой, согласен. Могла пойти в хард и получилась бы достаточно агрессивная Трипла, но вот ребята решили Урсе дать какие-то айтемы. Скорее всего, Физы, Фастиком или Владимир. Там что-то намутить. Но тут главное Виспу получить. Шестой побыстрее. И вот этому дружане тогда не смогут втроем оказываться в какой-то либо точке, подстраиваться под беста и делать фраг. Я и до этого ничего не трогал и не делал, пацаны. Так, ганг на шторма. Контрит, отлично. Ну, еще тычечку надо. Просто тычечку, да. Дает тычечку. Леон. Фёрст Влад забирает. Отличный ганг. Минус. Мидер. Команды ХГТ. И неплохое начало для... Ой. Да. Неплохое начало для ВПЦ. Урса начинает пушить агрессивно очень. Заходит уже к тавру. И, судя по всему, не собирается его сносить. Отходит назад. Ну, тут можно пропушивать лайны, чтобы крипы били вышку. Никто экспы здесь от этого не получит. Потому что... Что, да. Так, ребят, вы меня не пугайте. Потому что иногда вы пишете, и я думаю, что опять что-то поломалось. В самом деле, вроде все как работает. Так, вивера цепляют. Ну да, сгибает тут вивер. Отличный дизейбл. Подкопчик от нихса. И... Шадл. Демон. Помог. Отправить. В таверну хардлайнера. Ну, это, конечно, не размен мидера. Но вот тут я вижу, что у шторма могут опять возникнуть небольшие проблемы. Стану уже второго уровня. Шторм третьего, как и Леон. Итак, да. Выходит, начинается тут же подкоп. Тычечки. Должны быть топорики. Да, есть топорики. Но как-то вот... Как-то не очень. Надо было это сделать в упор, чтобы оба раза в нему прошло. Ну ладно. Почти удался. Ганг. Отпивается шторм. Тут же прячь Радл. Демон будет сейчас подкоп от нихса. Да, иллюзии харасит. Тут огромное количество дэмджа влетает к бестмастеру. И бестмастер отправляется в таверну. Леон уже придется идти на базу. Нет у него никакого отхила. И легенится у фонтана. 2-1. КГТ выходит вперед. Неудачный ганг мидера превратился в селф овн. Ну, софармит. Висп. Отводы. Почти четвертый уровень. Ждем шестого. И начнутся врывы. Так, есть уже ТП на мид. Как непривычно играть без звука, дорогие друзья. Вы бы знали. Включи краба. Потом будут краби. Перерывы между играми. Висп на тизере подлетает. Что, пойдут вышку пушить? Да, физы. Появляются урсы. Как ожидалось, смог покупает. Леон. И пойдет что-то гангать. А то сюда кто-то подтягивается на харду. Да. Дарксир пятого уровня. Третий щиток. Сможет. Он сейчас немножко поднадоедать здесь урсе. И начинает хавать урсы. Есть фортификейшн. Урса забегает за тавр. Вышка начинает проседать. Кстати, очень плотно. По вышке задний заход уже сняли. Сейчас, правда, подойдут крипы. Вот. Подходят крипы с щитком. Нужно отходить. Но дарксир уже вряд ли. Хотя вот, да. Есть. Есть урсы возможность быстренько сбивать крипа под щитком. За счет оверповара. Так что отводы. Отводы, отводы, отводы. Да, уводит на кентавров. Нормально. Вис получает свой опыт. Четвертый уровень почти есть. То есть ботал сапог. И почти шестой. Не, не буду пробовать с наушниками, ребят. Не надо карать ваши уши. Ни к чему все это. У Ира дела не так хороши. Нет даже сапога. Есть только кольцо защиты. И более ничего. Вот джук с батлом. Урса почти шестой уровень. По крипстатсу. 31 на дарксир. Ну понятно, что половина в лесу. Наикс и с урсой делят топовый крипстатс. По тридцатке нафигачили. Но у Наикса 15 днаев. Следом идет шторм. Мид. Не сказать, что мид штормом выигран. 26 на 5 против 22 на 4. При том, что шторм скончался один раз. И это не так хорошо. Я тоже думаю, что как бы не от наушников зависело. Но тем не менее, я их все равно подключать не буду на всякий случай. Итак, Урса. Отопы там решает добивать крипов. Видел, что не успевает он забрать всех троих, которые были на лоу хп. И пришлось сделать так. Дарксир, кстати, куда-то опять ушел. Дарксир ушел в леса. Почему-то не стал оставаться на лайне, несмотря на то, что уже щиток достаточного уровня. Прилетает он с ТП на Т2. И сейчас будет пытаться как-то отпушить. Но вышки уже остается очень мало. Хп 359. Я думаю, с следующего захода Урса. И вот это загружание ее. Назвали. Хотя, возможно, все получится из этого. Да, включает. Уверпоуэр. Будет ласт хит, нет? Да, есть ласт хит от Урсы. Просто убегает. 800. О, да, виспу остается всего-то 500 хп до 6 уровня. И сможет он отправляться в полеты. Я думаю, что... Так, на мид приходит. Учить немножко опыт и безопасно покачаться. Но сейчас, я думаю, его отсюда выгонят. Скажите, все, дружаня, тебе пора. Тереби своими ногами отсюда. Жук. Что-то прилетает виспу. Виспу прилетает зачаток урны. Да, есть ласт хит на 100 денежек. Это неплохо. Тысяча урсы. Не знаю, что будет собирать. Возможно, это будет Shadow Blade. Возможно, это будет, я не знаю, что-то другое. Но, мне кажется, именно в такой связке Shadow Blade это неплохо. Дает мувспид. Можно обогнать типа застанье тизером. И дает возможность догнать. Ну, посмотрим. Это же китайцы. От них можно ожидать чего угодно. Гуля. Физы. 900 сверху. Никаких медасов тут нет. Мамонт вон. Это какой-то няха. Летит летящей походкой. Почему им рулит какой-то ягуан или кто там мамонтом? Это вообще как-то по-пацански. Конечно, это повтор, дорогие друзья. Это 2015 год. Мы на Гавайях и решили включить вам запись. Очень-очень старую. Так, седьмой уровень. 10 секунд до рыка. У виспанет 100 уровней. Есть 100 уровень. Есть релокейшн. И, возможно, сейчас будет какой-то ганг в миддл. Но шторма вряд ли будут гангать. Все-таки 7 уровень есть. Хотя 600 маны это не так много. Но вот Турса, я думаю, с виспом готова уже куда-то выдвинуться и кого-то наказать. Турса почему-то продолжает фармить крипов, несмотря на то, что висп уже апнулся. Почему бы не забрать Найкса? Найкс, который сейчас 700 хп упадет от Урсы с виспом за несколько секунд. Так что это прилетает. Да, Владимир будет Урсы. У него тут уже зачатки появились. Самые дорогие, так сказать, зачатки. И нужно куда-то лететь. Но почему Турса хочет фармить лес? Урса будет Урсу. И на этом ее все устраивает. Элитный чатик. Да рано еще элитный чатик, пацаны. Еще не такой страх происходит. Если начнете барагозить, мы вам языки поотрезаем. А так пока все норм. Забанить агрошкольника, как скажете. Катаны, он мне тоже надоел, но... Или что-то терпел, терпел, но... Наверное, пора. Сейчас он засветится еще раз, а то я обновил страничку. Так, Рошан начинает падать, да. Владимир появляется в Урсы, дофармил и решает его быстренько забрать. Сюда же подтягиваются типы, чтобы охранять это все дело. Но Рошан упадет, наверное, быстро. Уже сейчас большие должны быть. Тычки, прилетает... Не прилетела Урна. Что-то прилетело. Что-то прилетело, но не Урна. Так, падает Рошан. Висп должен застурзу и аплутся. Штурзу ждут, когда подойдут саппорты, чтобы дать им немножко экспы. Подарили, подарили уровень Леону. Пятый он получил. Ну, можно сейчас посмотреть как-то по... Да, Хиро Лео. Шторм самый большой. Next, да. Все неплохо. Ну, вот саппорты команды повыше. Вот Леон, пятый уровень имеет. Класс хит, там 63 Урсы, но половину тут Иглису. Так, открывается Релокейшн. Тут же сбривает Леона. Долго он не жил. Отличный подкоп от Никса по троим. Урса красный, но он с Аегисом топ. Скорее всего, Шадл Демо должен кипать. Сейчас Виспы еще догонят. Цепляют Дарксиры, но нет. Релокейшна улетают. Неплохой врыв. Размен, правда, прошел ШД на Леона. Один в один потратили Релокейшн. Там Никс сыграл нереально круто. Просто подкоп по троим. Есть еще ТП. Брестмастера здесь собрали. Урса гонится. Топот. Да, очень. Почему не пошел? А, вакуум, вакуум, вакуум. Я гоню. Куда пошел-то? Тут Клеон включил быка только ставерны и сразу захотел тут показать. Кто в доме Урса? Хастуз заберет сейчас Урса. Должен, по крайней мере. И вот с этой иронной может кому-то плотно напихунить. Идет на Эншентов. Тут еще немного Экспы. Меня очень тихо слышно. Я думаю, можно прибавить звук. Потому что, скорее всего, эта проблема не у меня. Вдруг ты там сидишь в одном ухе, которая не работает. Поэтому тебя... Меня плохо слышно. Вроде никто не жалуется. Давно бы уже кто-то... Сказал, что что-то не так. Краб будет потом, в перерыве, пацаны. Успокойтесь. Я вам запущу целую волну. Будете рыбачить. Смотреть на... Большую часть населения Дота Комьюнити на экране. Итак, будет ли какой-то ганг? У Испа есть. Уже и Relocate. Или Relocation. Можно как угодно. Урса. Летит на базу. Висп туда же летит? Да. Висп прилетает сюда же. Сейчас будут регениться. И будет куда-то врыв. В смоке находятся три игрока команды ВПЦ. Я думаю, они сейчас будут пытаться подловить здесь Найкса. Найкс все это дело чует и ныкается в лесу. Мордиган у него начинает вырисовываться. Или Армлет, конечно же, для новых телезрителей. Какой Мордиган? Итак, Move. Есть смок. Урса готов, понятно. Нон-стоп юзает Overpower, чтобы он побыстрее откатывался. И можно было в драке его иногда и два раза нажать. Лучше бегать всегда под ним. Висп дает там некий мано-реген. Поэтому все нормально. Так, топорики. Забревают крипов. Тут ребята тоже в смоке. Секут всю эту фишку. Пятый ТП сюда. И сейчас будет стычка. Наверное, хорошая. Нет, не будет никакой стычки. Инфест есть. В Штарме сидит. Братюня. Если кого-то цепанут, то, скорее всего, погибнет очень быстро. Так, и это может быть. Да, это может быть Бистмастер. Тут же его цепляют. Никс из Вендетты. Минус Бистмастер. Который раз он поставляет. Сюда под Релокейтом прилетают. Но я не уверен, что это хорошая идея. Да, подкоп подвоим. Отлично. Шадоу Демон может прятать. Нет, не стал прятать. Кекс. Шадоу умирает, конечно. Здесь подкоп. Стеночка. Вылетает сюда Релокейта. Цепанут, конечно, здесь Леона. Никуда он не денется. Пытается дедфингером размансовать шторма. Но ничего не выйдет. Размен. Если я не ошибаюсь, получился 2 в 1. Не сказать, что самый лучший. Вивер. Шестой уровень. Ни у него нет, кроме ПТ и Базили. В 13-й минуте вряд ли он сможет сейчас тут terrible, terrible, terrible damage выдать, как говорит Роман. Армлеты. Пацанский армлет Мордиган. Не знаю. Привычка Мордиган называть с первой дотой. 6-3. Впереди команда ХГТ. Можно посмотреть графики. Отставания. ХГТ, кстати, проигрывает по золоту совсем немножко. 500 ВПЦ. И 2000, правда, ХГТ выигрывает по эксперт. 14-й минуты. Не так много. Вся команда, кстати, ХГТ сейчас идет на базу почти регенится. Все это время ребята будут фармить. И преимущество по золоту будет увеличиваться. Вивер фармит. Урса, понятно, тут свистпом изничтает троллей. И Шадоу Демон просит паузу. Нет. Вонючий палец это не так как-то читается. Это палец мертвеца, возможно. Вилат и Каспер не комментят матч, потому что у Вилата сегодня выходной, у Каспера сегодня выходной, поэтому они не комментят матч. Сегодня есть Старсерия? Ребят, просто у меня вот в расписании написано, что... А, да, есть, есть, есть сегодня Старсерия. Что-то я загоняю. Сегодня Каспер с Дредом. Дреддуха и Касперюха сегодня комментят Старсерию. Нормальный будет, кстати, перерыв между Старсерией и Китаем, потому что время еще только на Украине без 15 и 12, у нас впереди еще один матч Китая, а Старсерия вроде как начинается не особо рано. Хотите рекламу? Пожалуйста. Вот вам китайский. Где можно послушать запись интервью Каспера, где он спорил с лорерами? Я не знаю на самом деле, потому что я не смотрел этого. Был занят чем-то более важным, поэтому, наверное, лучше погуглить, либо подождать сегодня вечера и думаю, Каспер скинет, хотя возможно поискать в его паблике. И возможно там есть этот видос. Я думаю, что все герои почти заходят на турнирах, просто пока их не начали использовать. Все играют стандартными пиками до того, как кто-то не рискнет и это не выстрелит. Это то же самое, как не было тренд протектора, не было очень многих героев. Вот Урсы, вспомните год назад Доту, когда вы видели Урсу. Никогда. Висп тоже был юзалист, не использовали его вообще, пока не начали юзать связку Хаус Кнайт-Висп. Теперь Висп один из самых пикуемых героев. Нага со Слипом тоже очень долгое время не использовалась. Теперь же это зачастую либо ферст бан, либо ферст пик. Поэтому, я думаю, пул героев в Доте будет обновляться по мере каких-то рисков от каких-то команд, когда они будут пробовать, у них будет получаться и придется придумывать что-то долго. На самом деле, Дота, огромное количество героев, да их еще будут вводить. Думаю, она еще долго очень будет активной и меняться. Почему на Старладдер только один элитный чат? Я не знаю. Ну вот, ребята решили, которые стримили, поставить элитный чатик. Ну, народу гораздо больше. Представьте, сейчас вот 6 тысяч, я что-то успеваю читать, а когда сидит 50, попробую прочти там чат, особенно, когда вы начинаете кипишовать со своими кораблями 3-2-2 и так далее, становится это нечитаемо. Я не знаю, фаворитом можно назвать IG, наверное, экс-чемпионов интернешнл. Сильно играют ребята. ДК тоже неплохо себя показывает. Ну, посмотрим. Так, Вивир начинает фармить лиса, ничего нового у него пока не появляется. Тут Эншентов, Эншентов с даблом. Испепеляет просто. Да, вот команда сейчас играет очень грамотно. Shadow Blade появляется урсы, как я и ожидал, ничего неожиданного. Появляется Shadow Blade, Мордиган есть у Лайфстиллера. Очень охраняют сильно Лайфстиллера. Возь него трется постоянно 2 героя, оба с дизейблами. На случай то, что если вдруг урса с виспом решат, а давайте накажем Найкса, он что-то там борзеет. А тут же выбежит Хелл Пай, пока Найкс в рейдже, все это заблочится. Он там пишет, что кого-то нечаянно на 10 минут забанили. Но это требует амнистии, дружане. Да, втроем с Макеем выдвигаются. Команда ХГТ будут пытаться кого-то найти, и, наверное, кого-то найдут. А вообще можно было бы инфест сделать. Есть откат. Так, здесь кого-то, наверное, цепанут. Висп, Сурсой. ЖТ. Сентрик. Они уже знают, что урсы Shadow Blade, поэтому ставится Сентряк. Удивить ничем не получится. Видит виспа, прячет, тизер остается. Висп должен сейчас сгрызаться. Да, огромная куча дэмэджа. Тут же сгрызается висп. Уже нет такой полезности сейчас от урсы. Сгрызается еще и Леон. Торсир за байтя, урса. Shadow Blade залетает. Шторм, отлично, на фоуману прокаст. Минус урса. Тут что, бестмастер, никуда он уже не денется. Здесь огромная толпа замедлений. Расстреляет его Шторм, но оставляет килл на Эксу. На Экс творит трипл килл. Единственный, кто спасается, это Жук Таракан. И я думаю, сейчас будет падать вышка. Или ребята просто разойдутся по лайнам фармить. Шторм. Идет Вархид. Вархид осталось не так-то много. Буквально полторы тысячи, даже тысячи триста. Нет, разменяли все-таки Shadow Demon. Я не заметил, как Shadow Demon умер. Финал StarLadder 7. Я думаю, можно открыть сетку и посмотреть, кто выйдет. Я подозреваю, что это будет Нави, Альянс, Империя и... кто-то еще. Ну, Турца, не знаю, во всех пабликах страны она тащит плотно, как и Spirit Breaker. Все-таки тут ее как-то контрят, но... Контрят очень здорово. Контрят тем, что убивают Виспа. Мертвый Висп, Турца становится уже намного менее полезной. Не так ее сильно отхиливают. Нет станов байтизер. И цели как бы пермоментно не стоят на месте. Поэтому их трудно убивать Урси. Ее тут есть чем покайтить. Есть куча дизейблов, опенваунсы, которые не дают перемещаться. Итак, тут в смоке опять Гангбанг. Есть Рык. Я тоже не понимаю, почему не берут Омника. Также болею за этого героя всей душой. Ну, сделали ему ульту классную с Аганимом. Ну, блин, саппорты редко вывозят такие айтемы. Особенно Омник. То есть, ну, еще рейнж, там можно что-то придумать. Омник такое. Хотя, я всегда считаю Омникой, это БКБ на ранней стадии. Репел нереально крутая штука, которая позволит сильному герою врываться там почти в любую толпу и наваливать. Например, тому же Тимберсоул. Обычной физатакой его пробивать через пассивку очень трудно. А под Репел ему может чудить огромное количество дэмэджа. Итак, опять Дота-5. Дота-5 с Макеей, есть инфест в Шторме. И сейчас, скорее всего, цепанут вот здесь двух типов, да. Никс, Виндетти. Виндетти идет первый, чтобы зачекать. Зачекали, врывается. Да, цепляют здесь игрока. Тут же пытаются Рыком как-то это остановить. Не получается, стяжка. Меха есть, пытаются отхилить Бестмастера. Врывается Лужца, должен отгрызать Шторма. Шторм просто и выйдет атаки. И Урса начинает драться с Найксом. Проходит тут тизер-стан. Урса пробегает через стенку. ШТ мог бы погибнуть, если бы Релокейт не кончился. И начинается драка. Урса прячут, дабл-кил от Бибера. Там минус Шторм, тут же делает байбэк. Урсы вроде как проблемы. Нет-нет-нет, убегают. Тизером выхиливают, отлично, да. Выживает. Ну вот Шадл Демон с Дарксиром пока что в порядке. Смотрим, тысяча преимуществ у ХГТ. Это немного, но тем не менее они вроде как сломали. Да, с пятихатки до тысячи, полторы тысячи. Отыграли на 20-й минуте. Это, конечно же, вообще ничего почти не значит. Да, Репел снимается диффузами. Никто не спорит. Но давай начнем, что Репел не кончается как БКБ. И со временем остается 4-х секундным. А диффуза это штука временная и обычно не так часто появляется. Да и собирать диффуза только ради того, чтобы снимать Репел, это дорогое занятие, я бы сказал. Итак, Шадл Демон должен погибать. Да, конечно же, стан от тизера. За это тизер успевает погибать. Вот да, Урса пока виск живой. Может творить разные вещи. Рык есть. Есть Рык через секунду. Должен доставать. Да. На Дарксира что-нибудь рычать? Да, рычит на Дарксира. Пытается Урса его сбрить. Отличный подкоп. Опять по троим. Урсу пытается забрить. Отлично выкиливает виск. Виск, Дэдфингер. Микса. Откил. Но Урса в таверне. Делает байбэк. Леон отправляется тоже в таверну. Кто остановит здесь на Икса? Особо никто не остановит. Так. Цепляют. Тизером пытается отбиться. Наворачивает на Икс очень сильно. Да, минус один есть. Еще пытается цепануться игрока. Шторм. Замедление. Вакуум. И очередной килл. Даблкил. Урса врывается. Ой-ой-ой. Урса тоже начинает разворачивать. Также даблкил. Дарксира получится или цепануть. Бежит под жуком. Есть вижен. Шатоблэйди догоняет. Сурш кончится. Скорее всего погибнет. Да. Триплкил от Урсы. Это, если не ошибаюсь, Тимвайп от команды ХГТ. Тут же Урса разворачивается на Рошана. И будет ему наворачивать. Ту-ту-ту. Да. Очень активно играем. Сказал так. Драки прикольные. Мне нравится. Ребята байбекаются, дерутся. Летят опять. Байбекаются, опять летят, опять дерутся. Так, забирает АИКС. Ну, в СА-2200 у нее есть. Жду ли я минера? Да нафиг этот минер. Чтобы из магазина не ходить. И взорваться постоянно. Как-то равное. Тысяча преимуществ. А было полторы. Да, я комментирую один уже. Там написано все наверху, дружане. Давайте будем читать как-то вот хэштег и не задавать вопросов, кто играет, кто комментирует и так далее. Там всегда обычно все написано. Можно... Да, я комменчу с дредухой, но дредуху не слышно. Это подлость нереальная. Постоянно так делаю с дредом, когда комменчу. Просто выключаю его звук. Дред там рассказывает занимательные истории. Но не слышно. Такое у нас общение с ним. Ну и да, вот тут предлагают вариант тоже, где свакеры. На самом деле мы разговариваем по очереди, просто вы не слышите отличие в голосе. Хоп, хей. Лолей. Так, есть релокейт. Урцу могут цепануть. Вопрос, куда они полетят. Можно было попробовать цепануть Дарксира. Почему Гудхант открывается по утрам в соло? Потому что... Да. Как он там? Отдувается в соло, потому что вечером он отдыхает за всех. Поэтому... По утрам... Отдувается в соло. Так, Урсу забирает тауэр. Ези-сентрик. Дает он некий вижен. Урсу видят. Думаю, виспа тоже запалили. А вот команда КГТ отправляется в полном составе на... Т1 вышку на топе. Кстати, по вышкам тут пока преимущество есть совсем небольшое у команды ВПЦ. А нет, вышку не трогают. Просто пробегают в смоке. Ждут какую-то цель. Пытаются в лесу кого-то нахоботить. Никого нету. Да, у Матрикса стал голос моложе и стал похож на Гудханта. Да, конечно, я буду в арене в риме ландфиналов. Я как бы каждый день в арене. Every day I'm shuffled. Ландфиналов я точно не должен пропустить. Если только... А, да. Центри Урсы, извиняюсь. Ну, немного плавит, ребят. С утра, что вы хотите, чтобы я замечал маленькие крестики и шарики. Но я буду теперь внимательнее относиться к этому, когда буду говорить Чейвард. Так, Урса. Что появится? Появляется ультимейт торп. Я, кстати, не знаю, что это будет. Пишут Манта Стайл, но, скорее всего, вряд ли. Возможно, это будет Хекс. Вполне. Это... Ничего в этом необычного нет. Урса с Хексом может творить чудеса. Дэмэджа хватает. Достаточно наделать тычек. Тычек он может наделать с Виспом. Ну, ура, много. Оверпауэр позволяет ему делать эти тычки. И там terrible, terrible damage. А Хекс позволяет обездвижить какую-либо цель. Например, Шторма. Убить Шторма через Хекс проще, чем убить Шторма без Хекса. Скажем так. Ну, либо Линка. Да, тут тоже вариант неплохой. Так, заберегает. Шадоу Блэйд. Он пишет Скади. Да, Скади тоже бы доехала нормально, я считаю. БКБ, да. Он же себе не помешает. Там достаточно дизейблов, но... ШД работает на БКБ. То есть, ну, не знаю. Конечно, не смогут прятать, не смогут подкопать. И 10 секунд выдавать pure damage. Это круто. Нет, почему у него ни одного врыва? Были врывы. Вот так он на Тавер. Шторм влетает. Тут же Виспо цепляет. Есть на нем Архид. Висп просаживается очень плотно. От Архиды, конечно же, погибнет. Пытается его засейвить в ШД. И выживает Висп, да. Пытается откилиться. Мека есть. Дарксир. Стеночка. Но тут твои иллюзии очень сильно карасит. Минус 2 уже делается от команды ВПЦ. Пытается догнать ШД. Будет топот. Топот не достает. Топ инваунс на Урсе. Урса передвигается нереально медленно. Тут должен быть Виндетта. Так, прячут Урсу. Поигрался с Армлетом. Урса выдвигается дальше. Но получилось сделать минус 2. Но не более. Потеряли Виспо. Там отличный сейв Виспо был. Только почему сейв был отшатл демона. Я не понял, зачем он его спрятал, когда Висп 100% погибал от Орхида. Шторм отлично ворвался. Сделал все четенько. Но потом ШД решил, что Виспу нужно еще немножко пожить. Висп вылез. Там успел что-то отхилиться как-то. Ну так, вот Мека и Висмастера. Так, падает очередной тавер. Отличный, кстати, заход сейчас в команду ВПЦ. И уже 3000 преимущества. Улетает Судилион. На топе есть что пофармить. Урса что, 3900. Вот кто со мной спорил, а? Вот кто лучше знает китайскую доту, пацаны? Посмотрите на айтем Урсы. Я что-то понимаю в этой игре, поэтому... Не надо вот рассказывать про Линку. Линка ему тут нафиг не нужна. Потому что Хекс это нереальная штука для Урсы. Особенно против Шторма и так далее. Захексил. И сломал. А, ну да, это же повтор. Сорри. Ну ладно, спалился, спалился. Знал, что это Хекс. Решил тут понтануться. Сам думал, что Линка. Скинули схему кота. Посмеялся. Так, ну вот тут я смотрю, дружаня насладился чатом хорошим. До свидос. Пока их единицы, я могу с ними сражаться на равных. То есть кнопочку нажал, балбес отлетел. Потом их станет больше, и я не смогу так их карать. Сколько рампак делал за игру, не считал, ребят, на самом деле. Я же фурионом играю. Мне главное скрысить куру чужую, снести ты вров побольше, собрать Shadow Blade и бегать по лесам. Так, гоу пишут ребятам. Можно посмотреть что-нибудь по Нетворсу. Урса 12 тысяч на 3 тысячи обгоняет Найкса. Следующим дымом идет Вивер. Ну да, тут побольше игроков команды ВПЦ в топе находится по Нетворсу. Ну вот, мне хоть не делал про Бейджа, поэтому не помнишь. Ну да, чего не было, того не вспомнишь. Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Кораблятор. Кораблятор отправляется to Village. С кормы. Скинули, как там, ставили на доску и толкали вниз. Вот, отлетел пацан. Да, более-менее равная игра, 28 минут там продолжается. ВПЦ начинает делать небольшой переворот. Четырпуска преимущества. Урса, Юзы, тут Shadow Blade, пытается кого-то нагнать, но вряд ли получится, а Егис нет. Хотя с Хиксом она сейчас в соло убивает почти любого. Но вот проблема в том, что тут соло состоит из 5 игроков, и инфеста в шторме. Влетает шторм, цепляет Урсу, БКБ нет. Shadow Blade, чего в откате? Оркит есть. Стяжка, да. Урса погибает и наверняка Хикс подправляется в таверну тоже. Двум игрокам отсюда лучше бежать, потому что ничем хорошим, кроме как анал-дестракшн, это не закончится. И, наверное, вышка тоже упадет. Почему я похож на тайца? Не знаю. А я похож на тайца? Ну ладно. Я выше тайца где-то сантиметров на двадцать, поэтому вряд ли я сильно на него похож. Ну, линка бы не спасла его там никак вообще. Ну, сбился бы притяжка шторма, опен-волнен захватил бы, чтобы замедлить его на ура. Поэтому... Все нормально. Падает вышка. Я думаю, вторая упадет. Десять секунд, две спа. И до Урсы, ребята, релаки, конечно, есть, но я думаю, успеют за это время что-то сбрить. И что, отходят? Отходят, боятся врыва Урсы? Лол, два же пятера. Что за... Вася, что за балет? Так. Дружаня, со своей развозкой продам гараж. Тут забанил рекламу и чат стал пустой просто. Так, Висп. Висп куда-то потратил релаки только сейчас. Я не понял, куда он отвез Урсу на фарм или что? Урса с Хексом. Так, мы что-то пропустили или нет? Вроде нет. Закуп Бриста, которого нет на карте. Давайте посмотрим Бестмастера. Бестмастер без 400 голды, а с Аганимом. Аганим поможет очень сильно контрить вот эту цель, которая вот вроде как ползает, ползает, ползает. Есть Абузал Блейд, есть Рейдж, но... как бы... А насрать, крикнет Бестмастер и законтрит все это дело. Так, все, хорош продавать, пацаны. Это не рынок какой-то. Сейчас будет элитный чатик с моноклями и куртизанками, если вы не прекратите вот эту вот продажу. Итак, Гост появляется, кстати, у Леона, добавит этому немного выживаемости. Он всего девятый уровень. Вот это, конечно, рассаживание плотное. В 11-й Детсингербург. Нюк-нюк-нюк. Палец у движуху. Перелокейт прям сюда. Урса должна фиксировать. Не успел зафиксировать. Шторма стенка отличная. Тройка не попадает. Тут пытаются скрыть. Наиксу, Наиксу прячет. Но за это ШД должен поплатиться. Нет, ШД отходит. Урса бегает нереально. Медленно все-таки сбривают Наиксу. Улетает отсюда Урса. Релокейт кончается. Зачем бы он унес с собой Висп пока что? Непонятно. И команда сейчас может просесть. Нет, не проседает. Тут же делает СТП. Не стали давить. Хотя можно было давить, потому что Урсы нет. Висп прилетел. Основной домейдж-дилер находился где-то... Да, где-то на белом свете. Там, где Седа Мороз. Трук со спиной Урсята. Земную осень. Скантает баскетболист. Ну да, вот это уже ближе. Меняем москвичный костяной куб. Все, не поменяешься москвичный костяной куб. Роман 5-4-1-1. До свидос. Там же мув подарок. Ну ты, друзья, не а если она читает чат? Ты же останешься без отбивных сегодня. И, возможно, без... Перейдешь на... Ручное пособие на месяц. Так, Урса. Продолжает фармить. Есть Хекс. Есть 1900. Наверное, теперь будет все-таки собираться БКБ. Потому что он понимает, что бегать со скоростью черепахи, нагруженной пустыми ботлами, не особо. Так, сейчас чувствую, будет какая-то пауза, и включится элитный чатик. Вы уже начинаете там барагозить нереально. Со своими квартирами за костяные хуки и так далее. У них Тэг Тонг-Фу, потому что Тонг-Фу подминает под себя всевозможных игроков, я так понял. Это какой-то крупный, видать, медиамагнат или еще что-то такое. Поменяю почку Гудханта. У меня здоровая почка, дружаня. Надо больше просить. Поэтому что-то арканное слабенькое. Да, на карте пока что тишина. Команда ХГТ вообще не разделяется. Они как бы вот играют команду 5 и, наверное, правильно делают, потому что есть там урца с Хиггсом, с Релакейтом, и подставляться под нее лишний раз это есть небольшая проблема. 2500 урцы. Можно посмотреть, кстати, что-то там есть у остальных. Тут какая интересная табличка. Ладно, прощелка и майт МШД. Сентри, урна, сапог, стики, ничего. Никс, Гост, Арканы, 1800 сверху. Не знаю, что собирает дальше. Возможно, это будет даггер. Шторм Спирит, Аркит, появляется Ультимейт Торп. Скоро превращаться будет в Хекс, но еще до Хекса. Плотненько, около 2200. Так, у нас тут кого-то пытаются спануть. Урса, да. Урса сбривает Дарксира. Стоит еще забрать Шторма. Есть ли Хекс и Урсы? Урсы нет, Хекса, но у нее есть Сир. Ну, улетают на релокейте. Да, не получилось. Отличный врыв, а вы говорите, что Урса не врывается. Все нормально, Урса врывается. Ну, у нее зачипись. И делает ТП на Ц2. Так. Ты мне надоел. Погиб. Тарксир делает байбэк. Шторм погибает. Тоже делает байбэк. Здесь будет какая-то драка. Бежит. Леон, Леон бежал. Он тут пытается цепануть. Вивер настигает с дезолятором. Нормально, кстати, наворачивает. Дарксир у себя подходит. 30 секунд. Тут еще минус Никс. Стенка неплохая. Ой, все в стенке. Но Дарксир, скорее всего, погибнет. Нет у него байбэка. Начинает грызаться. Наикс. Наикс. БКБ, таймлапс. Ой-ой-ой-ой-ой. Рей сейчас кончится. У него начнутся проблемы. Так. Начинает сворачиваться. Найк, залез инвест. А ягги собивают. Урса сейчас встанет. Вивер очень лоу хп. Урса встает. Но тут недолго. А, ягги был бестмастер. Лоу. Вот это я промазал. Крапаси. Встань. Да. Тут взрывы, конечно, нереальные. Минус 5 у команды ВПЦ. Посмотрим, что есть по байбэкам. По байбэкам есть у Урсы, есть у бестмастера, есть у ШД, но ШД жив. Поэтому ему как бы это особо не надо. Ну да. Неплохая драка для команды ХГТ. Можно посмотреть на графики. Графики выровнялись на трех кусках. Ничего нет. Огромное количество крипов здесь. Сейчас Шторм все это соберет. Кстати, Шторм... А, ничего Шторм не купил. Шторм байбэкался. И Хекс его отдалился очень сильно. Так, у меня тут чатик почему-то ускакал. И так. Продолжает фармить. 1400. Тоже был байбэк, что ли, от Нюкс-Нюкс-Нюкса? Еще один ГОСТ появляется. Это ГОСТ Шадлодемона. Не знаю, почему он все не берет. Потому что, наверное, нет места. И так. Урса 3000. Нужно БКБ. По-любому нужно БКБ. Потому что... Не вариант. Не вариант бегать без БКБ. Его очень сильно контрят. И он постоянно в замедлении. Бестмастер покупает себе гем. Только для кого это? Для кого может быть гем? От кого? Кто-то в инвизи бегает постоянно. Не знаю. Нет тут шадоу-блейдов. Но, скорее всего, это просто для девардинга. Тоже вариант неплохой. Лишить Вижена команду. Рошан появится еще не скоро. Он что-то начинает фармить Энжин. Оф, хей, ла-ла-лей. Да, возможно, сейчас скоро будет сабскрайберс. Мы что-то начали там опять бурагозить. Господи, этот расист несчастный меня запарил. Уймись. Днина. Продам Год Ханта на ночь. Нормально. Так, находит Урсу. Здесь быстро очень цепляют. Есть Вижен. Урсу, стяжка отличная. Обузал Блейд. Добивает Урсу. 70 секунд. Байбэк, не знаю, у нее есть или нет. Найкс начинает очень сильно наворачивать. В Гост уходит. Шторм добивает прямо в гостей. И... Ой-ой-ой. Надо как-то спасаться. Рык. Пытается сгрызть. Дарксир. Выталкивает Форстафом. Урса огромные проблемы. Если есть какой-то дизейбл. Урса погибнет. Байбэка не будет. Висп. Блейдмейли. Нет, сшибает. Все-таки Урса от Карапаси. Нет, это не Блейдмейл. От Карапаси. Извиняюсь. Итак, будут ли цеплять. Шторм. Есть Вижен. Мимо подкоп. Шторм влетает на почти полную ману свою. И... Нет. Уходит. Уходит. Вакуумом. Не достает. Вот Дарксир. Все-таки выживает Вивер на очень-очень лоу ХП. Я думал, что это был Блейдмейл. А это Висп попал просто под Карапаси. И извиняюсь. Урсы нет. БКБ нет. Байбэка нет. Еще 40 секунд. Я думаю, ребята могут спокойненько подходить. Отхиливаться урнами. И сносить как минимум Т2. Дефить особо за... Хотя здесь почему-то здесь появится через 20 секунд уже. Тут есть утимейт. Тавр как минимум упадет. Чтобы пытаться зайти на ХГ. Топоры по мину. Начинает под Тавр. Есть фортификейшн. Я думаю, он заюзается, когда там уже там. Что-то будут придумывать. Как реализовать. Висп отхилился. И... Тавр начинает падать. Аэкс наворачивает нормально с Абузалом. Блейдмейл у него появляется. Скорее всего, это будет Кираса. И... Просто стоит бьет. Да. Чуть-чуть осталось у Тавру, чтобы пытаться цеплять. Есть ли форстаф? Нет. Форстафа нету. И тут нету. Поэтому нечем было подтолкнуть бестмастера. Посмотрим, ребят, какой у нас будет перерыв. Будет ли он вообще. Может, китайцы скажут, гоу фастом я создал. И... Начнется у нас опять заруба. 40 минут уже играют ребята. Преимущество 4 куска у команды ХГТ. По ХП можно посмотреть. 7,5 кусков также у ХГТ. Ну да, Найкс начинает наворачивать. Становит все сильнее и сильнее. Шторм с линкой, кстати. Вот тут я ожидал увидеть Хекс на 100%. Появилась линка. Они меня троллят. Ох уж эти... Китайцы. Так, появляется Огрклаб. Курса все-таки решила, что неплохо было бы собрать БКБ. Курса чего-то ждет. Ждет, когда, наверное, БИС-код его понесет. Будет ли тизер в пятером? Что, смог сейчас будет какой-то? Есть тут смог-то? А, прилетает, да. Кура приносит смог. И выдвигаются ребята в пятером. Наверное, нужно занять... Хотя Дорошана еще долго, по сути. Но стояние на Рошане, мы сами знаем, может продолжаться бесконечно. Так, бегут, бегут, бегут. Кого могут цепануть? Дарксира, если цепануть, будет очень печально. Только рисует план Капкан, да. Ребята идут друг к другу в спину, так сказать. Урса несется под оверпауэром. Видит птицу. Ну, птица-то его не видит. Воу-воу-воу. Дарксир. Сейчас может погибнуть под хиксом урса. В Шадоу Блейде. Кончается смог. Должен быть вижен. Хиксирует. Форстафом выталкивает. Отличный врыв от шторма. Тут же вывлазит. Найкс начинает грызаться в урсу. Тут обузал Блейд на урсу. Урса должен наделать хоть что-то. Нет, не получается. В стенку его стягивает. Урса пытался вис выхилить. Ничего не получилось. Найкс продолжает нарезать. Долбит всех. Просто гем лежит. Гем забирают. Всю. Так, ну тут просто спасаются бегством. Да. Минус 2 есть. Разменялись только на шторма. Но дальше не пойдет. Что, можно попытаться зайти. 55 секунд нет урсы с виспом. Хотя сейчас появится Рошан. Буквально через 20-30 секунд. И... Его заберут. Птичка все это дело контролит. Так, так, так. Никс. Виндетти. Под сюржем. Да еще и с щитком. Что-то нереальное замутили. Здесь жука-паука сделали. Кто комментирует, написано в хэштеге. Пацаны, соберитесь. Я знаю, что читать это для лохов. Но можно как-то подсобраться иногда и строчечку осилить. Понять, кто играет, что это за турнир и кто комментирует. Находит. Да, находит. Но почему-то не вскрывается. Хотя, наверное, сейчас вскроется. Раз, тычка. Два. Манаберн в воздухе. Карапаси должен включать сейчас и добивать. Тут вакуум. Гост. Что, уйдет? Лол. Ушел. Да. Что-то слабова, нюкс, нюкс, нюкс. Мог бы как-то разрулить эту евену. Так, Найкс начинает наворачивать. Долго еще. Хотя, какой долго? Уже практически есть. Ага. Курса. Стоит. Нарошане ждет захода сюда. Shadow Blade. Видит его. Есть подкоп. Должен быть дизейбл. Врывается Найкс. Пытается сажать Урсу очень быстро. Обузал Блейд. Стенка просто ставится прямо в Урсу. Шторм пытается дизейблить. Минус физ. Курса вгрызается к Су. Су отправляется в таверну. Рык. Курса в Shadow Blade. Пытается уйти. Нет. Тычечка. Тычечка. Иллюзии добивает его. Дарксир делает килл. И тут вот. Тут это беда. Беда в том, что заберется Рошан. 60 секунд. Не будет Урсы. Но не получается без БКБ. Не получается без БКБ. Урсы. И фокусит очень быстро Виспа. Висп погибает. И потом начинается Холокост. Рошан упадет. Заберет его, скорее всего, себе. На Хэкс. И, возможно, мне денег хватит уже на Асалу этих раз. Да нет. Хэкс хорошая штука. Зрявая. Просто нужен был БКБ. Нужен БКБ. И тогда Хэкс бы себя реализовал на 100%. А до БКБ еще очень долго. Он к нему сказать так, если честно, даже и не приближается. Да. У Урсы сегодня был Хэкс. И с Хэксом у нее был хороший Хэкс. Так, ты, короче... Балбес. Иди отсюда. Сломал. Систему. Долбишь свои наркотики. Долби там втихую и сгни где-нибудь в подвале. Зачем ты мне расстреляешь чат, подлюка? И так, опять Тим-5. Тим-5 ждут. Инфест вообще есть. Вот он сейчас откатился. Может лазить шторма. И... И вперед. Опхей. Ла-ла-лей. Скинь ВК Гудхант в перерыве. В перерыве вам будет и ВК, и Твиттер. И пока смотрим. Смотрим заход на ХГ. Почувствовали силу. Я думаю, преимущество здесь. Да, 7,5 кусков. Хотя за 45 минут их не так много. Тавр сейчас упадет очень быстро. Есть фертификейшн. Будет юзаться, наверное, на бараке. И... Смотрим. Так, шторм. Иллюзиями наваливает. Крепы погибли. Грызутся бараки. Фертификейшн уже проюзался. Вивер пытается отстрелять. Крепов тут. Ну, наверное, бараки упадут. Так, цепляют. Хекс. Хорстафом выталкивают. Шторм отлетает. И... Не знаю. Да, на развороте. Мека. Отлично. Тут Виз просаживается в Орхиде. Ничего сделать не может. Шторм мансует, мансует. И... Намансовал. Все живы. Пока Виз потерял очень много ХП. Придется идти откиливаться. Бараки на медле упали. Ребята могут отходить. И... Заход достаточно удачный. Удачный. Есть сыр еще тут. Есть Аегис. Они могут спокойно рисковать на второй барак. Есть Асаллит Кераса. Наверное, можно просто... Вот кто-то делает ТП. ТП делает Шторм. Сейчас быстренько отфармит хрипов. Хасту заберет на Экс. И... Можно идти на вторые бараки. Спокойно, я считаю. То, что... Напрягаться вообще нечего. Куда делся Матрикс? Матрикс работает в отделе маркетинга. Помогает там налаживать всякие отношения. С партнерами и так далее. Ну, все-таки он остался в колее доты. Просто не комменит. Я с удовольствием приехал, дорогие друзья. К вам на Игра Мир. Но, к сожалению, я буду работать. Буду комментировать Корею, Китай. В общем, у меня будет Хекс. Хексовая дота. Так, начинает грызть вышку. Наик очень быстро избивает. Тут расы и все дела. Минус 5 брони. И... Пойдет вышка очень быстро. Фортификейшн нет. Могут спокойно заходить на ХГ. Вот я вижу тут перетаился. Жлоб. Жлоб ждет, что кто-то попытается на Наикса ворваться. Да, он скинули мой контакт. Это мое. Надо попробовать пробелую. Ну, я после них это скину. Тех, кому интересно. Итак, будет врыв. Нужно дефить бараки. Обречали Наикса. Тут же Хекс. Сейвит его ШД. Вылезет уже Наикс без Хекса. Влазит. Отличная стяжка. Ой-ой-ой, сколько дэмэджа. Тут стенка просто стоит. Иллюзии клятут. Урсу столько дамага. Он не может пережить. Под кропасями стоял Вивер. Минус Висп. Тут цепляют остальных. Шторм влетает. Достаточно маны. Минус Бистмастер. Никого не теряют. ГГ пишет. Дружаня. И поздравляем. Поздравляем ХГТ с первой победой в этой игре. Впереди у них еще один матч. Трон крушится. Ой, пошло. И ты нафиг. Пум. Вот еще один балбес. Пум. Бомбим. Итак, ждем следующего лови. Пока небольшая музыкальная пауза. И к вам скоро вернусь. И разбавлю музыку собой. Не знаю, надо вам это или нет. Но так будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!